При виде таких теплиц у любого огородника сердце забилось бы чаще. Масштабы здесь впечатляющие, как и поля, куда эта капуста отправляется на ПМЖ. Посевная в фермерском хозяйстве Альянс Приволжского района сейчас в самом разгаре, а если быть точнее, высадили примерно половину. Свекла, морковь, картофель, капуста – одно уже прижилось и нежится в поле, другое только всходит. Третье ждет своей очереди. 400 гектаров – посевной. Альянс – крупнейший производитель овощей в Ивановской области. Это проект на будущее, рассказывает руководитель Николай Волощук. Из мини-клубней в кассетах выращивают картофель сорта «Инноватор». Он используется для приготовления картошки фри в крупных ресторанах фастфуда. Во время приготовления масло внутрь ломтиков не проникает. Вот такая особенность сорта. Их в России всего два. Мы эти кассеты, когда порастим, по этому картофелю конкретно, мы эти кассеты, когда порастим, мы высадим в поле. Это где-то будет 20-х числа июня. И с этой картофеля, с этих кассет мы должны взять, будет картофель первой полевой поколений по качественной характеристике, его должно быть где-то около 20-25 тонн. Естественно, этот картофель, мы его продавать никуда не будем, мы будем его растить еще два года до супер-элиты. Потом уже будем продавать на семена другим хозяйствам, которые еще два года будут растить. На столе этот картофель окажется не раньше 2023 года, в отличие от салата «Айсберг». Это самые ранние бровцы. В первый месяц лета они отправятся к потребителю. Последняя высадка данной культуры и пекинской капусты запланирована на 28 июня. Так что посевная в альянсе завершится к началу июля. По сравнению с прошлым годом, что поменялось, мы увеличили количество салата «Айсберг». У нас было 7 гектар, сейчас 28 гектар. Увеличили количество пекинской капусты тоже. У нас было ее 7 гектар, в этом году 24 гектара. Потому что на рынке есть спрос, ее спрашивают сети, на нее есть летом цена и под нее не нужен склад. У нас проблема, что у нас не хватает помещений для хранения продукции. Мы стараемся то, что можем летом продавать, выращивать. Салата больше, а вот картофеля наоборот. В этом году посадили меньше. Его себестоимость выше, чем цена, по которой принимает торговая сеть. Мы выращиваем социально значимый продукт, картофель, капусту, и они делают социально значимую цену. И когда-то это дойдет до того, что мы просто перестанем выращивать этот социально значимый продукт, потому что с удорожанием всех необходимых для производства, ну, скажем, машины, горючее, электроэнергия идет у сильного удорожания, а цены на продукцию остаются на том же уровне. И производители так долго не протянут, они просто разорятся. В этом году кооператив «Агроальянс» получил грант на строительство склада. Воспользовался производитель и несвязанной поддержкой. Ее, кстати, в этом году увеличили. Пусть незначительное, но подспорье. На сегодняшний день сельскохозяйственным товаропроизводителям доведена государственная поддержка в объеме порядка 210 миллионов рублей, в том числе на несвязанную поддержку в области растеневодства аграриям перечислен 51 миллион рублей. Картина по области примерно такая же, как и в Альянсе. Посев овощных культур и картофеля перешагнул экватор. Яровой сев завершается. В этом году у нас посевная началась на полторы недели раньше, и ход посевной идет гораздо быстрее, чем в прошлом году, но это в первую очередь связано с погодными условиями. Яровой сев идет на уровне прошлого года, но, значит, в течение лет у нас будет введено порядка 5000 гектар, и, соответственно, к концу года у нас общий сев должен быть, и уборочный, вернее, должна быть на 5000 гектар больше уровня прошлого года. Погода аграриям в этом году благоволит. Май теплый, правда, дождей маловато. Николай Волощук о том, что влаги растениям не хватит, не переживает. В хозяйстве использует технологию глубокого рыхления. А этот железный штырь – фактически карманный гаджет руководителя. Замер глубины – 50-70 сантиметров, и культура найдет, чем утолить жажду.